МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости АНАП Регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Надо будет камеры поставить и на этот парк несколько камер, чтобы они тоже посматривали. Город воинской славы. В АНАПе появился первый экспонат в парке военной техники. Сейчас у меня чувство радости, спокойствия и, конечно, желание работать с детишками. Здравствуй, школа. День знаний дал старт новому учебному году для 26 тысяч школьников. Вспомнилось то наше братство, кинематографическое, отучавшее первые киношоки. АНАПа в киношоке. На открытие фестиваля приехали именитые артисты, кинорежиссеры и продюсеры. Начнем с главного. В станице Гостогаевской формируются участки под будущий детский сад. Об этом сообщили на планерном совещании. Глава города-курорта Юрий Поляков поручил использовать любые возможности для резервирования земли под образовательные учреждения. С своей стороны потребовал от глав сельских округов уделять больше внимания территориям, оперативнее решать проблемы и под личный контроль взять вопросы благоустройства. Я сегодня хочу слово предоставить главе Витязева. Василий Александрович, вам слово, пожалуйста, на трибуну. Расскажите, как чисто у вас, хорошо там. Вы знаете, какая грязь у вас там на пляжах Витязева, нет? Юрий Поляков потребовал от главы Витязевского сельского округа своевременно информировать управление ЖКХ и другие профильные структуры о проблемах на территории, которые необходимо решать в оперативном порядке. Помимо этого, мониторинговые группы администрации регулярно выявляют в курортном селе нарушение правил торговли, а также оборота алкоголя. Глава курорта поручил городским службам оперативно навести порядок на пляже в Витязева. По его словам, начало бархатного сезона не повод расслабляться. Также необходимо заниматься профилактикой пожаров, проводить опашку полей, не допускать образования стихийных свалок. Главы сельских округов должны владеть ситуацией по этим и другим текущим вопросам, которые поднимаются на городских планерных совещаниях. Еще раз переносим на следующую планерку. Всем говорю, любого будем поднимать, не по графику, а любой будет вставать и докладывать, что происходит в сельском округе. Информация с мест необходима в том числе для того, чтобы контролировать развитие территорий. Как рассказала исполняющая обязанности заместителя главы муниципалитета Екатерина Боровская, в станице Гостогаевской необходимо будет расширить пожарное депо, реконструировать участковую больницу, стадион, станцию скорой медицинской помощи. Есть возможность для расширения школы номер 31, а также четыре земельных участка, на которых можно расположить детские сады. Очень сильно и динамично развивается Гостогаевская, Супсевский сельский округ. Поэтому и было такое поручение. Уже сегодня надо думать и резервировать эти участки. И тему эту не спускать, ее держать, доводить. По поручению главы курорта аналогичную работу с генеральным планом проведут во всем муниципалитете. Реализация проектов будет проходить поэтапно. Многое зависит от помощи федерального и краевого бюджетов. Однако уже сейчас необходимо бороться с нелегальными коммерческими услугами, серыми зарплатами работников. Остаются вопросы к частным домам, где принимают отдыхающих. Работа по всем этим направлениям также ведется. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Отреагировали оперативно. На планированном совещании глава Анапы Юрий Поляков дал поручение разобраться с ситуацией в поселке Витязева. Местный пляж там был буквально завален мусором. Целый десант специалистов МОПАКУ отправился на ликвидацию стихийной свалки. Пляж за поселком Витязева пользуется недоброй славой. Сотни отдыхающих на автомобилях подъезжают практически к самому морю. Но даже не это заставляет бить экологов в набат. Практически каждый посетитель пляжа оставляет после себя мусор. И его счет идет уже на тонны. Мусор, тот, который в течение сезона собирался, отдыхающих. К сожалению, мало здесь контейнеров практически не было вообще. Все, вот люди по барханам, вот это, несколько часов собирали эту кучу. И это уже не первая куча, которую мы отсюда вывозим. Пустые бутылки, одноразовая посуда, да и просто ставшие ненужными сломанные вещи. Все это сотрудники МОПАКУ собирают под дюмом и складируют. Только за сегодняшний день набралось порядка 10 тонн твердых бытовых отходов. Работа муниципальным предприятиям, она ведется. К сожалению, те территории, которые не попадают под ведение муниципалитета, территория Косы, например, Витязовской, она относится к военному полигону. К сожалению, там наше руководство как-то пытается с ними наладить отношения, но не получается это. И мы своими силами периодически делаем такие вот массовые вылазки и вывозим оттуда этот мусор. Люди отдыхают там дикарями, заезд он там как бы не через территорию пляжа проходит, поэтому объемы очень большие. Вот сейчас на данный момент мы за два выходных дня вывезли порядка 40 тонн этого мусора. Руководство пляжа по поручению главы взяло ситуацию на особый контроль. В ближайшее время здесь установят несколько дополнительных мусорных контейнеров, а состояние пляжной территории будут отслеживать ежечасно. Руслан Душевский, Анапа-регион. Сегодня в Анапе почтили память трагически погибших 14 лет назад во время захвата террористами школы в Беслане. Представители молодежных организаций собрались в сквере боевой славы, чтобы возложить цветы и белых журавликов к мемориалу. 1 сентября 2004 года. 14 лет назад целью террористов стала первая общеобразовательная школа Беслана. Утром, прямо во время праздничной линейки, вооруженный отряд боевиков ворвался на территорию. Более тысячи человек согнали в здание школы. Террористы удерживали заложников три дня. У меня много знакомых ребят ездили освобождать в тот злополучный день эту школу. Каждый молодой человек, неважно сколько ему лет, должен чтить память ушедших, я не побоюсь этого слова, героев, которые спасли не только жизни детей и людей, которые были там, но и сердца матерей, тех солдат, которые погибли. 3 сентября в стенах школы раздались два мощных взрыва. Началась стрельба. Из окон стали выпрыгивать женщины и дети. 333 человека погибли. 186 из них – дети. Терроризм, он не только в проявлении каких-то террористических актов, либо групп и бандформирований. Терроризмом может быть обычный звонок в школу, обычный розыгрыш о том, что школа заминирована, и это очень серьезный, ну так скажем, террористический акт, за который на сегодняшний день есть уголовная ответственность. Подобные мероприятия, как у нас сегодня, где нам нужно помнить те события, которые произошли в школе, в городе Беспланы, в городе Беслан, нужны, чтобы наше нынешнее поколение, не для старших, а нынешнее поколение понимало, что это плохо, что это поломанные судьбы, о том, что многие школьники, их ровесники не выжили, и об этом нужно помнить, и самое главное – понимать это. Десятки воздушных шаров были выпущены в небо, в память о погибших детях. Школьники и студенты возложили к мемориалу цветы и белых журавликов, как символ мира. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа. Регион. В новом парке военной техники на Симферопольском шоссе появился первый экспонат – истребитель Су-27. Машину привезли из Крымска. Даже в демилитаризованном виде, без двигателей, вооружения и специального оборудования, самолет весит порядка 10 тонн. Сборкой на месте руководят военные специалисты. После установки машину окрасят в специальный камуфляж. За ходом реализации проекта следил глава города-курорта Юрий Поляков. На сегодняшнем планерном совещании он поручил наладить охрану самолета и парка военной техники в целом. Ожидается, что следующие экспонаты появятся там уже в канун дня города. Его же в дальнейшем надо охранять. Но мы постараемся уже все заварить там, закрутить, чтобы ничего нельзя было ответить. Подумайте, заказать, что по охране там надо, чтобы охраняли его. Безопасный город. Там же рядом у нас камера стоит. Надо будет камеры поставить и на этот парк несколько камер, чтобы они тоже посматривали. Напомним, что по инициативе главы Анапы Юрия Полякова в городском сквере боевой славы недавно были установлены две пушки-сорокопятки. А в селе Субсех открыт построенный с нуля сквер в честь 75-й годовщины освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. И к событиям минувших выходных. В субботу в Анапе, как и во всей стране, отпраздновали День знаний. В школе номер 6 в торжественных мероприятиях принял участие глава города-курорта Юрий Поляков. Он осмотрел площадку, на которой будет возводиться новый корпус для младших классов. А также пожелал ученикам не забывать своих учителей и помнить уроки истории. В этом году исполняется 75 лет со дня освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Для кого-то это встреча после трехлетних месяцев. Кто-то не расставался, потому что хорошо отдохнуть можно и не уезжая из Анапы. Но в центре событий те, кто впервые переступит школьный порог. Максим Грибков, шахтер. На семейном совете решили, что сын Андрей пойдет в казачий класс. Потому что дисциплина все-таки. Ну и хотелось, чтобы ходил в погонах ребенок. Мне нравится, сам захотел, выбрал. Ну, мы не против. Любовь Владимировна принимает у родителей своих первых учеников. Стать педагогом захотелось, глядя на маму, которая преподает уже более 20 лет. Закончила Анапский филиал МПГУ с красным дипломом. До этого проходила практику. Было страшно, что запнешься. Боишься вопросов, на которых не сможешь ответить. Потому что, когда страшно, когда волнуешься, то вылетает все из головы. Сейчас у меня чувство радости, спокойствия и, конечно, желание работать с детишками. В школу номер 6 в этом году пришли 222 первоклассника. Всего же в новом учебном году здесь будут заниматься более 2000 юных анапчан. Каждый из нас, в каждой семье помнит своих первых учителей, помнит свою школу и будет это помнить всегда. Этой осенью юбилейная дата 75-летия освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Изучайте историю, историю России, историю города воинской славы нашего и помните ее. Хорошее настроение помогали создавать ансамбль эстрадного танца «Эдель Вейс». Солистка Софья Бейман, которая учится здесь же, первоклассники пообещали учиться на хорошо и отлично. И им вручили особый ключ к знаниям. Первый урок посвящен 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Все занятия проходят в обновленных классах. Директор школы Татьяна Боровая рассказывает об историческом улучшении. Здесь возведут новый корпус, в котором будут заниматься младшие классы со своими актовым залом, библиотекой и столовой. Безусловно, улучшит процесс, потому что мы сможем, в общем-то, выделять место для подготовки учащихся государственной итоговой аттестации. Часть кабинетов среднего звена переместится к нам на второй этаж, где сейчас у нас находится начальная школа. То есть больше будет возможностей для проектной деятельности учащихся, факультативных занятий, большего количества кружков, секций и так далее. Строительство начнется уже в конце сентября. Сдать планируют к первому сентября будущего года. Также в обозримой перспективе в Анапе появятся две образовательных школы. На 1100 мест на улице Спортивной в Алексеевке и на 1550 мест в жилом микрорайоне Горгипия. Александр Ребека Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Прозвучали первые звонки и в 19 сельских школах. В одной из них в поселке Цибанабалка открылись сразу шесть классов для маленьких первоклассников. На торжественной линейке побывала и наша съемочная группа. В эту школу в Цибанабалке привозят детей из пяти близлежащих поселков. Сегодня она одна из самых больших на селе по количеству детей. Здесь обучается 1300 школьников. Все они в этот день собрались на торжественной линейке. После нее традиционное напутствие от почетных гостей праздника. Спасибо учителям нашим дорогим, воспитывайте патриотам, любящим свою малую и большую родину. В этот день я хочу от души поздравить всех с Днем Знаний, здоровья, благополучия. Первоклассникам пожелает счастливого пути по дороге знаний. 1 сентября школа приняла более 160 первоклассников. Для них подготовили 6 новых классов. Здоровье, здоровье, еще раз, здоровье. Все школы сегодня находятся в равных условиях по материально-техническому обеспечению. А вот в зарплате сельские учителя выигрывают. У них оклад выше на 25%. Доплату получают и молодые специалисты, только что окончившие вуз. В Цибанабалке удалось собрать отличный педагогический состав. Как результат, школа попала в десятку лучших в крае по итогам сдачи ЕГЭ. В этом году наша школа вошла в 10% лучших учреждений Краснодарского края по сдаче обязательных экзаменов русскому языку и математике. Это очень приятно. Вместе с быть на третьей позиции после гимназии Эврика, Аврора и у нас третья позиция. Это очень приятно. Больше того, из 10 издаваемых предметов по 9 предметам наши учащиеся вместе с педагогами набрали баллов больше, чем в среднем по городу-куроту Анапе и Краснодарскому краю. Этот учебный год школа начинает с полностью обновленным пищеблоком. Помогла депутат законодательного собрания Ирина Конограева. Сегодня практически готов проект пристройки к школе. В Управлении образования рассчитывают, что к его реализации можно будет приступить в ближайшее время. Руслан Душевский, Анапа-регион. Яркое событие минувших выходных состоялось на главной концертной площадке города-курорта. Здесь был дан старт 27-му фестивалю «Киношок». Именитые артисты и режиссеры приехали в Анапу, чтобы оценить отечественные и зарубежные фильмы, а также пообщаться с публикой. За всем происходившим наблюдали наши корреспонденты. На красной ковровой дорожке знаменитые актеры, кинорежиссеры и сценаристы. Состав «Звездный» – Максим Аверин, Ольга Кабо, Алика Смехова, Наталья Бочкарева. Наших любимых актеров. Кабо хочу видеть, Бочкареву хочу видеть, Аверина мечтаю видеть, ну и всех остальных. Мы всех любим и обожаем. Кинофестиваль в Анапе – это просто чудо. Чтобы оно было долго и лучше еще с каждым годом процветало. Удачи им, удачи. «Киношок» родился в 1992 году. По задумке организаторов он должен был объединить бывшие союзные республики. И сегодня фестиваль служит первоначальной идеей. В этом году в программу «Киношока» входит показ не только российского кино, но и фильмы зарубежных режиссеров. Сегодня, когда я представлял гостей на «Звездной дорожке», это, знаешь, меня охватила ностальгия. По первым годам «Киношока» и когда вышел Рустам, Света Суховей, Лариса Кадочникова, вспомнилось то наше братство кинематографическое, отвечавшее первые «Киношоки» и «Льер». И мы хотя поменяли формат этого фестиваля, но все-таки хотим, чтобы кинематографическое братство сохранилось. И будем обязательно продолжать этот фестиваль «Киношок». 27 лет мы проводим этот кинофестиваль. Это уже такая визитная карточка города-курорта. Мы уже к этому привыкли, мы без этого даже просто не мыслим. Хочу пожелать участникам фестиваля вам теплого моря, жаркого солнца, хороших ярких кинопоказов. И хочу сказать, кинофестиваль в добрый путь. Оценивать кинокартины будут профессиональные режиссеры и сценаристы. В рамках фестиваля состоится пять конкурсных показов. Владимир Эйснер – председатель жюри, оценивающего документальные фильмы. По его словам, каждая работа заслуживает внимания и достойна главного приза. Благодаря «Киношоку» он впервые приехал в Анапу и уже успел оценить кубанское гостеприимство. Южный город, замечательные люди, природа прекрасная. У нас в Новосибирске 8 градусов тепла, у вас 30. Так что все здорово. Я думаю, кино будет всегда интересно. И 27-й раз, и 30-й, и 50-й. Я думаю, что в этот год кинофестиваль не будет хуже, чем предыдущий. Он оправдает все надежды зрителей, и вы увидите хорошую программу, и будет замечательно, так сказать, проведено время. В рамках кинофестиваля зрители смогут увидеть около 70 картин. Лидеров телевизионного конкурса определят сами жители и гости курорта при помощи голосования. А лучший детский фильм выберут юные члены жюри. «Киношок» пройдет в Анапе со 2 по 9 сентября. Точное расписание кинопоказов и галоконцертов можно узнать на нашем сайте. www.anaparegion.ru Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-Регион. Главное не пропустить все самое интересное. А сейчас расскажем, какие мероприятия в рамках 27-го открытого фестиваля «Киношок» жители и гости города-курорта смогут посетить уже завтра. В 14 часов в киноцентре «Монитор» на Красной площади пройдет показ фильма для детей «Феи из-за горыков». В 15.00 на площади перед городским театром вас будет ждать прямой эфир. Создатели фильма встретятся со зрителями. В 15.30 в гортеатре показ ленты «Ой, мамочки, 2». В кинотеатре «Мир кино» в 15.00 и в 17.00 художественные и документальные фильмы конкурсной программы. В 19.00 в Доме культуры Силага и Кадзор пройдут творческие встречи с популярными актерами. А в 19.30 в городском театре можно будет посмотреть ленту «Переверни страницу». На театральной площади покажет исторический блокбастер «Легенда о Калаврате. Начало в 21.00». Следите за анонсами и будьте в курсе всех фестивальных событий. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает провести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин